Просили еще сказать свидетельство о том, как отразилась та обстановка военная на востоке Украины в жизни нашей семьи. Но был один случай, это была перестрелка, а мы собирались с семьей ехать на собрание в Луганск. Это порядка 60 километров от города Луганска. И услышали звуки, позвонили верующим, они говорят, да, тут стрельба, но мы все-таки решили ехать. И когда мы подъехали к тому месту, недалеко, как выезжать из нашего поселка, скопление людей, нас останавливают, стоит машина на обочине, лежит молодой человек, женщина на дороге. И нас попросили отвезти их в больницу, скорая немного раньше повернула, заехала в здание или по каким-то делам, может там еще кто-то был, не знаю, она не взяла их. И мы загрузили в машину, но я уже увидел, что молодой человек, он был мертв, расстреляли его, ну стреляли в него, видно, там не одна пуля, а женщина кричала. А мы ехали с детьми в своем автомобиле, загрузили их в свой автомобиль, в бус сзади. Страшновато, конечно, было, еще один человек стоит, все это снимает на телефон, как все это происходит. Это только все начиналось, 14-й год, лето, и мы их отвезли в больницу, занесли туда, я уже не помню, может кого-то и мы несли, кого-то медики. Ну и до этого как-то так вот легкомысленно об этом говорили, об этих военных действиях. Ту сторону так называли, эту сторону так, а когда стали очевидцами эти события, когда пришлось кровь вымывать в машине, я говорю, вот это не шутки, это серьезное дело, я уже не помню, какие слова говорил, когда мы сами оказались свидетелями этого. Когда начинались действия военные, нам предлагали выехать с того места, где мы живем, и предлагали конкретно, куда выехать. Но Бог послал мне одно слово. Он мне послал на память одну историю, которая произошла в жизни еврейского народа, когда он странствовал в пустыне. Однажды в народе началось сильное поражение за ихний грех. И Моисей Аарону говорит, Аарон, иди быстро возьми огня жертвенника в кадильницу и побежи заступи народ, потому что началось поражение. От его действий, я думаю, зависело, сколько еще людей погибнет. Аарон взял этот огонь жертвенника и написано, стал между мертвыми и живыми. Очень опасное место. И поражение прекратилось. И Бог мне послал это слово. И я думаю, нужно оставаться на том месте, где мы находимся, и молиться. Я себе назначил определенное число дней поста. А кто еще молиться будет за этих людей, которые вокруг живут? А кто помолится за страну, за обстоятельства, как не мы? Кому они еще нужны? Кто за них заступится? За этих людей, которые окружают нас, грешников. Которые стали вот заложником этой ситуации. И вы знаете, остались мы на месте. Я семье предложил свои размышления. Остались мы на месте. Прошло это время, нас Бог не оставлял. И жили мы неплохо в это время. И обеспечены были. А подумать, а если бы уехали, как бы сложилась наша жизнь и жизнь нашей семьи? Но Бог послал слово свое, мы с этим согласились. И так мы пережили эти годы. И потери от этого нам не было, что мы остались на том месте, где были. И вот знаете, что удивительно? Когда шли военные действия, до нас такие слухи доносили, что до нашего поселка Навайдара дойдут. Но вот что удивительно, произошло точно, как написано в Слове Божьем. Долетела одна, один серьезный снаряд, или это даже не снаряд, а бомба. Там стояла военная часть. Говорят, там страшно, что было. Сколько там людей погибло. И вот она примерно долетела, если так прямую провести от нашего дома, может километров 10. Вот в это место. Это самая дальняя точка, наверное, куда дошла война. Вот так написано. Вот линия разграничения. И здесь все остановилось, и потом откатилось назад, или не откатилось, а на том месте, где все было, остановилось. Потом в сентябре, по-моему, или 4 сентября, было прекращение огня. Ну, потом еще стрельба была после этого. Ну, так вот, линия разграничения, она это и осталась. Ну, это так вот из жизни нашей семьи, и то, что связано было с нашей семьей. Текст Священного Писания, я прочитаю, которое записано. Книга Исфирь, 9 глава, с 20 стиха, буду читать, по 32. Книга Исфирь, 9 глава, с 20 стиха. И описал Мардахей эти происшествия, и послал письма ко всем иудеям, которые в областях царя Артаксерца, к близким и дальним, о том, чтобы они установили каждогодно празднование у себя 14-го дня месяца Адара и 15-го дня его. Как таких дней, в которые иудеи сделали спокойны от врагов своих, и как такого месяца, в который превратились у них печаль в радость и сетование в день праздничный, чтобы сделали их днями пиршество и веселье, посылая подарки друг другу и подаяние бедным. И приняли иудеи то, что уже сами начали делать, и о чем Мардахей написал к ним. Как Аман, сын Амадафа, вугиянин, враг всех иудеев, думал погубить иудеев и бросал пур, жребий, об истреблении и погублении их. И как Исфирь дошла до царя, и как царь приказал новым письмом, чтобы злой замысел Амана, который он задумал на иудеев, обратился на голову его, и чтобы повесили его и сыновей его на дереве. «Поэтому и назвали эти дни Пурим от имени Пур, поэтому, согласно со всеми словами сего письма и с тем, что сами видели и до чего доходило до них, у них, постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих и на всех, присоединяющихся к ним неотменно, чтобы праздновать эти два дня под предписанному о них и свое для них время каждый год. И чтобы дни эти были памятны и празднуемы во все роды в каждом племени, в каждой области и в каждом городе, и чтобы дни эти Пурим не отменялись у иудеев, и память о них не исчезала у детей их. Написала также царица Исфирь, дочь Абихаила и Мардахей иудеянин, со всей настойчивостью, чтобы исполняли это новое письмо о Пуриме, и послали письма ко всем иудеям в 127 областей царства Артаксерксова, со словами мира и правды, чтобы они твердо наблюдали эти дни Пурим в свое время, какое уставил о них Мардахей иудеянин и царица Исфирь, и как они сами назначили их для себя и для детей своих в дни пощения и воплей. Так повеление Исфири подтвердило это слово о Пуриме, и оно вписано в книгу. Особое внимание я хочу обратить на 31 стих и на такие слова в этом 31 стихе. Какое уставил о них Мардахей иудеянин и царица Исфирь, и как они сами назначили их для себя и для детей своих в дни пощения и воплей. Тема моей проповеди будет называться «Назнать себе праздник». 13 числа месяца Адара, это 12 месяц, было назначено уничтожение иудеев. Давайте представим себя на их месте. Что это значит? Это значит, что пройдет определенный отрезок времени, и они и их дети будут изрублены мечами. Придет день ихней гибели. Это очень страшно. Оказаться в таком состоянии и оказаться ожидающими этой страшной беды на себя и на своих детей. И написано, что когда Мардахей услышал этот указ, он во вретище, с плачем, с воплем вышел на городскую площадь. Ему было уже все равно, что о нем подумают. Им угрожает страшная гибель. И так точно происходило и в тех местах, куда доходил этот указ царский – обестребление иудеев. Это были дни плача, сетования, поста и вопля. И вот что удивительное произошло, что в эти дни иудеи готовили себе праздник. Я думаю, никто из них, и сам Мардахей, такой мужественный и твердый человек, который не поклонился Аману, он и не представлял себе, что планирует Бог. Он так и видел реальную действительность, что его народу угрожает смертельная опасность, угрожает погибель. А что он мог в это время делать? А он мог сетовать. Это большие, наверное, переживания, душевные страдания. Он мог плакать, он мог переодеться во вретище и паститься. Это могли делать и другие иудеи. Но как раз в эти дни в их жизни закладывался будущий праздник. Тема страданий, она мне была далека, наверное, лет до 30 или даже больше. Я помню, как-то мне попалась книжечка Марцинковского «Смысл страдания». Такая маленькая брошюрка. И как-то я прослушал проповедь Аркадия Михайловича Гантовника о страданиях. А я раньше думал, а зачем нужно страдать? Есть такой текст Священного Писания, что благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит. А зачем страдать? И вот так постепенно Бог мне начал открывать эту тему страданий и скорбей, которые неизбежны в нашей жизни. Но, дорогие друзья, все слушатели, как раз в эти дни, в дни наших скорбей и страданий закладывается великий праздник. Пройдет наша земная жизнь. Она очень короткая по сравнению с вечностью. И наступит вечный праздник, который никогда не прекратится. Написано, что в вечности не будет ни слез, ни болезни. Там будет праздник, который будет всегда. Это будет торжество духа и души. Там, где не будет греха, не будет боли, не будет зла, не будет всего плохого. Это будет вечный праздник. А основание для этого праздника закладывается сегодня и здесь. Когда человек, молодежь, это вам очень близко, хочет свои дни жизни провести в веселье и в празднике уже здесь на земле. Вы сами себя лишаете праздника и здесь на земле, и в вечности. Есть рассказ в Евангелии об одном человеке, богаче, о котором сказано, что он каждый день пиршествовал блистательно. Не каждый человек себе может позволить каждый день пиршествовать. Вы знаете, во что нам обходятся наши праздники материально. Сколько нужно денег потратить, чтобы сделать хороший праздник, накормить себя и своих гостей. Но у этого человека была возможность сделать блистательное пиршество каждый день. Но вот закончилась его жизнь. А рядом был человек, который страдал. Закончилась жизнь и этого богача, и этого человека. И тот пошел в ад и был мучен настолько, что он просил хотя бы палец кто-то обмочил в воде и поднес к его губам и облегчил его страдания. Но ему Авраам так сказал, чадо, вспомни, ты уже все здесь получил. А Лазарь, он здесь страдал, теперь он радуется, а ты мучаешься. И между ним и тобой утверждена великая пропасть, которую никто не перейдет. И от вас туда не переходят, и от них туда не переходят. Твой праздник уже закончился. А теперь для тебя будут вечные мучения. Есть немало текстов, которые подтверждают эту мысль Священного Писания. Смотрите, 1 Коринфянам, 15 глава, 43 стих. «Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе». Это принцип такой, что в моей жизни был праздник, нужно и пострадать, и поскорбеть. Есть еще один текст, столом 125, 5-6 стих. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена, возвратиться с радостью, неся снопы свои». «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена, будут снопы нести с радостью». Иисус Христос в своей нагромной проповеди сказал так. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо возрыдаете и восплачете». Это принцип такой, божественный. Это не мы этот закон установили. Его установил Господь. Есть еще один текст в Священном Писании, в книге «Экклезиаст», который относится к молодежи. Я его прочитаю, этот текст. Это одиннадцатая глава, девятый стих. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушай сердце твое радости в одни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего, и по ведению отчей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Так говорит Слово Божье, друзья. Есть один текст Священного Писания в книге «Плач и Иеремия». «Благо человеку, когда несет он иго в юности своей». Я помню, как-то разговаривал с учительницей моих детей, и она, наверное, говорила о том, что нелегко нашим детям. А я взял и процитировал ей этот текст Писания. И вы знаете, прошло время, как-то встречаюсь, это или она, или он был, муж и жена преподаватели. И она запомнила, или он этот текст Священного Писания, который я сказал. «И если в вашей жизни трудности, или в нашу жизнь приходят трудности, что нам нужно делать? Нам нужно понять, Бог готовит для нас праздник. А нам нужно поститься и молиться. Не роптать, не проявлять недовольство, не искать где-то какой-то лучшей жизни. Не это нужно делать. А делать нужно то, что делал Мардахей, и то, что делали иудеи, одели вретище, постились, плакали». За Иисусом Христом идут женщины и плачут. А Христос оборачивается к ним и говорит, «Не плачьте обо мне, плачьте о себе и о детях ваших». Это божественный принцип. И пусть нам Бог с вами положит на сердце уяснить эту истину. Трудности, скорби, страдания – это основание будущего вечного праздника и праздника уже в эти дни. Вот сегодня, молодежь, вы, большинство одиноких. Завтра вы будете жених и невеста, или невеста и жених. Послезавтра – муж и жена. Я образно говорю. А потом наступит время, когда у вас начнут рождаться дети, и вы начнете переживать за вопрос деторождения. Потому что в основном в христианстве многодетные семьи. И проникает в христианство тенденция такая и проникла, когда нужно иметь меньше детей. Взять вопрос этот в свои руки. Для чего? Чтобы легче было. Чтобы успеть понаслаждаться жизнью. Больше взять от этой жизни. Чтобы не столько скорбей было. Тот, кто это делает, тот своими руками разрушает праздник в своей жизни. А может быть, и в вечности. Нам с женой пришлось пережить этот период. Непростой он был. Конечно, были, как и у всех людей, переживания. Мы все люди воплоти. Переживания о рождении детей, о том, что их много, о том, что постоянно видишь жену беременную, а теперь я бы с удовольствием посмотрел на нее. Произошла переоценка ценностей. Но, дал Бог, прошли мы этот этап, и наши дети выросли. Большинство выросло, уже взрослые дети. И когда мы соберемся на праздник, или они для нас делают праздник, друзья, это праздник. А когда-то это были бессонные ночи. Когда-то это были роддомы. Когда-то это было поношение. Моя жена рассказывает, как-то пошла она в роддом. А перед этим, в этом роддоме, к ней очень хорошо отнеслись. И она думает, вот бы попались эти врачи, которые были в прошлый раз. Приезжает в роддом этот. Те же врачи. Но они так с ней обошлись, они такое ей говорили. Ну, это урок для нее, что не на врачей нужно надеяться на Бога. Но все это пришлось перенести. И всего не нужно и рассказывать, что происходило. Но это все прошло. А теперь праздник. А теперь приятно посмотреть, порадоваться. И бывает, смотришь, и такое в духе торжество. И такая радость. А потому что тогда, когда-то заложили основание этому празднику. Но если мы сегодня хотим жизнь прожить в веселье, беспечности, сегодня радоваться, не плакать, не поститься, а что нам дальше ожидать? Кто-то сказал так, я вот в Черновцах на собрании услышал эту мысль. Мы можем сеять то, что хотим, а жать мы будем то, что посеем. Вот в жатве мы власти над жатвой совершенно не имеем. Над ней имеет власть закон Божий и Бог. И если Бог поставил такой закон, блаженный плачущий, ибо они утешатся, нужно довериться в этом вопросе Богу. И когда придут в наши жизни скорби, трудности, или может молодежь в ваших семьях вам трудна, может нужно нянчить меньших детей, может нужно работать, какие-то ограничения, а кто-то живет один-двое детей, и они сегодня веселятся. Но вы подумайте об ихнем завтра, об ихней будущей, что с ними будет. И подумайте о том, что сегодня в вашей жизни закладывается праздник, когда к вам приходят тяжелые дни, вот с таким настроем подойдите к трудностям в вашей жизни. Назначьте пост, усильте вашу молитву, больше раз в день помолитесь, а может встаньте, ночь проведите в молитве, ночь бдения, а может рано утром встаньте, пересильте свою плоть, пойдите пред лицо Божье. Вот это будут правильные действия, и в вашу жизнь придет праздник. Назначайте сегодня себе эти праздники. Но по тому принципу, которому учит нас Слово Божье, как было в жизни Мардахея, Исфири и народа израильского, они не представляли, что эти дни будут днями праздника, которые, может быть, евреи и сегодня празднуют. А нужно было вот какое-то время поплакать, попаститься, посетовать, перенести это время. И в их жизнь пришел праздник, когда должна была прийти гибель. Пусть нам Бог поможет усвоить эту истину и самим в своей жизни назначать для себя праздники, соглашаться со скорбями, страданиями, трудностями и не искать легкой, веселой, беззаботной жизни, потому что жатва будет, я сегодня цитировал этот текст, скорбь глубокая. И не только для вас. Мой сын вот должен жениться и разговаривать со служителем. Говорит, долго служитель с нами разговаривал и приводил примеры семей христианских, молодежь. Это правда. И что ее скрывать? Эти семьи стоят на грани развода, их держат только дети. Вы понимаете, это верующие люди. Когда-то о разводах и речи не было в церквах нашего братства. Сегодня члены церквей наших разводятся. Такие беды приходят в жизнь. Не дай, Господь! Почему так получилось в жизни? А, наверное, вот эта легкомысленность к взаимоотношениям, к вопросу целомудрия, легкомысленный подход к браку, а потом сами страдают, и детей своих в пучину страданий ввергают. А потому что, может, в молодости так все весело было, хотело больше повеселиться, где-то пойти в бассейн вместе покупаться, в боулинг-клуб или еще куда-то, поразвлекаться пойти. А потом приходит скорбь глубокая, жатва и для родителей, и для детей. И сегодня об этом нужно подумать, правильно отнестись к жизни и назначить себе праздник. Пусть Бог благословит вас в этом и поможет. Мы подошли к концу нашего служения, это последние минуты нашего общения. И у нас есть еще одна прекрасная возможность прийти на это место и изменить свою жизнь, попросить прощения у Бога. Пусть нам Бог это поможет. Давайте, друзья, мы споем гимн призывной. И кто желает, кто понимает, что ему надо, а кому-то, может, стучит Бог, как один глухонемой сказал, в мое сердце барабанил Бог. А может, кому-то он уже барабанит. Это сильный стук, это сильная борьба. Выходите, вы потом никогда не пожалеете. Ни один человек не пожалел о том, что он покаялся. Я помню, после одного исповедания позвал двоих служителей, и начиная с самого детства, друзья, вот вспомнилась порочные вещи с детства, еще был ребенком. И я долго, но определенное время шел к этому моменту, чтобы все это исповедать. И я помню тот момент, когда я еду на автобусе и принимаю решение. Я позову служителей и исповедаю все. И хотел, чтобы помолились о моем здоровье еще с помазанием. Я позвал служителей, исповедался. Вы знаете, я потом на следующий день, по-моему, шел. И вот такое чувство внутри, как будто его потрогать можно руками. Такая легкость. Посей сегодня покаяние. Переступи стыд. И ты пожнешь радость. В твою жизнь придет праздник. Написано, я помню, Андрея Владимировича Агама проповедь у нас в Ханжонково в Ростовско-Донецком объединении проходили такие большие молодежные общения. И он говорил такой текст. У кого сердце весело, у того всегда пир. Кто-то делает пир, чтобы развеселить сердце. А у кого в сердце веселость, радость, у того всегда будет пир, когда там будет нормальное духовное состояние, не будет тяжести, греха. Будем петь гимн и есть возможность, дорогая молодежь, дорогие друзья, пройти и попросить у Бога прощения на это место. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова